всем привет привет дорогие я нахожусь в самом прекрасном месте на земле это наша дача я просто обожаю это место я думаю что вы заметили что какое-то время на канале видео не выходили потому что я находилась здесь и это видео наверно выйдет уже позже интернет у меня здесь нет кроме мобильного и слава богу знаете я люблю когда нет интернета потому что можно почитать книжку можно сократить время пребывания за компьютером но она мне не сократилась потому что я все равно монтирую но неважно в любом случае не нужно сидеть в интернете сейчас у нас утро мы еще не завтракали вот я жду когда свалится яйца родители у него там колдует за плитой как приятно когда ничего не нужно делать это такая радость когда не нужно ничего готовить и я долго думала брать камеру в руки или нет потому что вы наверно слышите как я разговариваю и я окончательно разболелась но подумала что все-таки надо появиться и заснять вот эту красоту которая вокруг меня я думаю что если бы я осталась в крыму возможно я выздоровела бы быстрее но поскольку я заболела там и вроде бы как уже выздоровела но прилетела сюда и у меня все пошло по новой в сто раз хуже в общем я думаю что это просто нужно перетерпеть и не знаю давно и так не болела вообще я редко болею но как-то вот таким образом я не болела очень давно я не могу сказать что у нас здесь все прям засажена при засажены поскольку здесь нужно находиться чтобы что-то выращивать но вот деревья плодоносные у нас есть например много яблок у нас есть сливы вот они есть груша вон она груша что у нас еще есть то больше не на ничего нет а красная смородина есть и прекрасный воздух этого достаточно мне кажется на так что это у нас баня колодец и смотрите мама собралась стирать вручную ну это особый ритуал дело не в том что у нас нет машинки до машинки на дачу нас нет машинка в городе можно отвезти в принципе постирать она поставила водичку греться чтобы постирать вещи вручную но те которые стираются вручную не все же стираются машинки хорошие вещи вот это потому что горячая вода у нас есть но это вот знаете такой особый ритуал какой-то такой деревенский нагреть водички на солнышке вот водичка из колодца так вырыли пруд еще родители но он пока не готов окончательно у нас есть такая вот низина нужно спуститься вниз знаете вот раньше где деревья там был забор и были огороды других людей к сожалению эти люди умерли вот очень жаль смотреть на то как загибается у нас вообще все в этом мире были огороды люди умерли все ведь и никому ничего не надо все заросло поросло травой жалко конечно раньше здесь были козочки вот они там паслись часы козочек не осталось ничего не осталось как-то грустно все это не знаю почему никому это не надо вот он пруд но это как очень половина работы да здесь все это будет благоустраиваться все это будет делаться и он как бы носит функцию забора там куча малины тоже все это надо приводить в порядок мы планируем в пруд запустить рыбку но вот единственное что я не знаю на зиму нужно ее будет либо доставать либо запустить такую которая может зимовать пока конечно все это выглядит странно вода мутная но если у кого-то утки у соседей утки если запустить растение 2 будет почище раньше здесь были огороды у нас сейчас ничего нет я говорю опять же того чтобы что-то росло это же нужно поливать нужно за этим регулярно смотреть но у нас такой возможности просто нет вот еще слива по моему или это не слива на когда дикая что ли так и много много яблок к сожалению которые никому не нужны вот кому не предлагаешь эти яблоки они уже их не берут просто мы сейчас наверное съездим на рынок на наш колготный поснимаем чуть-чуть на рынке вот и пошла я завтракать а это цветы по моему пионы что ли здесь росли но не уже все уже цели все и окончательно хрипла пойду пить чаек вот наша ярмарка ого сколько пчел все очень скудно помидоры вкусные арбузы какие-то кстати я здесь покупала себе прошлом году платье очень красивый вот толстовка прикольно но тонкая правда нет просто просто красивая вот и раз в костюме с кошкой не просто костюм прикольно это к школе почти только мой в 10 раз дороже а вот это канцелярия back to school красивый свитер не понравился мне кажется хорошо сделан я здесь все босоножки скупила каждый год покупаю себе по паре они стоят по 300 по 500 рублей а вот здесь по моему нет не здесь так ой пижамка какая правда милы рукоделие на веске вот эти плохие нам вообще выбрать нечего там-то лучше были не буду ничего выбирать но в итоге зашли нашу местную пятерочку потому что на рынке вообще какая-то беда я взяла себе муравейник восполняю потребность наших сладостях вкусных кстати совет всем эмигрантам кто скучает по черному хлебу есть вот здесь по моему нету да но вот из этой серии печем дома есть черный бородинский хлеб и вы можете взять смесь испечь его сами у себя я так делаю обычно я думаю может быть взять какой-нибудь все журнал но мне обычно все заканчивается тем что я их покупаю просто листаю и не читаю никогда последнее время вообще подсела на кроссворды на даче сижу кроссворды разгадываю и после турции очень непривычно видите вот такое вот изобилие алкоголя вот такое вот это вот наше самое любимое кресло такое крутое такое удобное и мы каждый раз с мамой когда приезжаем на дачу покупаем вот подобные газеты серии моя семья аргументы и факты комсомольская правда такие знаете легкое чтиво но она почему-то ассоциируется именно с дачей вот особенно моя семья когда-то я ее очень любила но это газета по моему вообще с выдуманными историями ну якобы настоящими на самом деле они по моему выдуманные я не знаю почему вроде было достаточно пустое все но это так хочется читать не знаю это все какое-то такое родом не знаю с детства что ли в общем люблю такие вещи именно на даче и и и и